Привет, друзья! Меня зовут Сергей Король, я редактор, и с нами на другом конце провода в Москве, в своей шикарной студии, которая блестит аймаками, Станислав Орехов, знаменитый инфобизнесмен. Как ты меня представил-то, да? Ну, я привык уже, слушай. А как же писатель, как же дизайнер, как же руководитель студии? Ну, это все было прелюдией некой к твоему новой инкарнации, к твоему новому будущему. Окей. Слушай, Станислав, вот у меня есть там один вопрос о дизайне, ты профессиональный дизайнер, и один вопрос о редактуре, потому что ты разбираешься, как мне кажется, в тексте и умеешь продавать свою помощь. Вот, и я хочу сначала у тебя вот что-то спросить. У меня, как у редактора, в работе постоянно возникает там проблема. Я берусь за работу, когда мне нужно написать текст, допустим, лендинг на тему, в которой я не очень хорошо разбираюсь. К примеру, недавно я писал лендинг о ветеринарных услугах, и я в них как-то не очень прям, ну, то есть там плаваю, скажем так. Я не понимаю толком свою аудиторию. Тебе повезло, твоя кошечка не болеет, наверное, да? Ну, как бы, ну, кошка, знаешь, она как тяжелоатлет, она болеет там раз в пять лет, и все. Ну, как бы, там на приивке свозила ее, и все. Вот, а там прям сложная тема, там про запись какую-то, срочный выбор врача, что там какие-то особые услуги. И я сижу такой, за голову схватился, и думаю, блин, как бы, с одной стороны, можно из головы их накидать, придумать себе, как бы, ну, пытаться попонять эту аудиторию. С другой стороны, так напишешь, а, собственно, и может быть, ну, не знаю, может не попадешь. Так, ну, и что, как найти боли? Да, как быть-то, как быть, отец, расскажи. В целом, в целом надо исследовать, конечно, всю эту историю. Что значит исследовать? Исследовать ты должен понимать, какие задачи. Ты лендинг пишешь, да, насколько я понял? Да, да. Если ты пишешь лендинг... Ну, давай просто продолжим. Задача о увеличить количество людей, которые записываются на ветеринарные услуги онлайн. О, так это другая задача. То есть, если такая задача, то надо понять вообще базовые вещи. То есть, есть люди, у которых уже болит, соответственно, уже там все, нужно что-то прямо сейчас решать, да. Когда там собака укусила, нужно куда-то в ближайшую ехать, да. Это один вопрос, срочно надо. Другой вопрос профилактический, допустим, прививки, да. Третий вопрос может быть там какой-то косметический, например, постричь там или еще что-то. Ну, я не знаю, какие там еще услуги есть. Ну, например, тебе надо разобраться сначала, какие бывают вообще в целом потребности. Сначала, подожди, сначала про услуги, мы как бы разбираемся, какие есть услуги, правильно? Да, да, ну вообще понять, да, что есть. То есть, почему это нужно, потому что в зависимости от этого люди будут туда приходить. И дальше есть срочность, да, срочно надо, тогда, в принципе, тебе ближайшее там подойдет. Тогда продавать можно так, то мало ли что случится, пугая какими-то ситуациями. Пусть у вас телефончик будет постоянно в кармашке, да. Другая ситуация, когда человек, допустим, что-то не знает. То есть, есть такая история, что, ну, человек не знает, например, что прививку надо делать. И ты тогда рассказываешь его, то есть, ты должен сначала тему продать, что вот вообще-то без прививок очень тяжело. И там 50% питомцев умирают, допустим, в первые два года именно из-за того, что прививок нет. И следующая тогда задача будет заставить как-то человека прочитать эту историю. То есть, тут такая сложная задача. Тогда, когда он прочитает… Слушай, ты вот это сейчас все так раскладываешь, в принципе, звучит логично. Но вопрос вот в чем. А что, если ты вот какая-то тема, в которой ты даже логически не можешь это как-то разложить? Что делать-то? То есть, я обычно иду к заказчику, я пытаюсь с ним об этом поговорить, из него это вытащить. Но часто бывает, что заказчик, он варится в своей работе там 15 лет уже, и он… Для него это такие базовые вещи, он даже рассказывать о них как-то не умеет или не хочет. Может, какая-нибудь технология есть, как бы, как, может быть, он чек-лист может взять и собрать их, нет? Я иду к заказчику, начинаю с ним разговаривать. Я говорю, расскажите про услуги, какие у вас требованы, какие нет. Он что-то как-то куксится, говорит, иди на сайт, посмотри, там все услуги есть. Я говорю, расскажите, там люди, например, вот с какими проблемами приходят, что для них важно? Ну, он так как бы говорит, ну да все важно, все услуги важны. Нужно там все услуги показать. Ну, есть как бы из его общения у меня складывается ощущение, что он… Для него это настолько базовые вещи, что он даже рассказывать про них не хочет либо не умеет. Окей. Вот, что скажешь? Смотри, какая твоя задача? Давай сузим круг. Потому что, чтобы дать какое-то решение, насколько я понял, ты конкретно какое-то решение хочешь, да? Нет, нет, не обязательно. Это как бы его можно тиражировать, в принципе. Можно в ветеринарной клинике, нефтяные вышки, дизайн интерьеров, вот любая тема. Окей, с какой задачей к тебе клиент обращается? По-разному. Иногда с конкретной, там увеличить, не знаю, количество повторных обращений или средний чек. Иногда с абстрактной, в стиле «хочу больше заказов». Окей, давай, ну то есть все связано с увеличением заказов и продаж, правильно? Ну, в принципе, да. Вот их две задачи у тебя уже, то есть это первичное, наверное, обращение, да, и вторичное? Ну да. Вот, смотри, как я делаю, я за счет системы каталогизирую сразу же, то есть я сужаю область. То есть чтобы что-то сделать, ну знаешь, как приходит клиент, говорит, мне все не понравилось, что тебе не понравилось? Ну все, мне не нравится, все не то. Вот, и здесь задача не бежать переделывать что-то, все, да, а именно разобраться, что именно и почему. Вот, и так же и здесь. Чтобы это сделать, тебе нужно разложить это по полочкам. Вот я уже только что каталогизировал на две вещи, то есть либо я бы что спросил клиента, слушайте, у вас есть база уже клиентов, смотрите, как бывает, допустим, можно мы сейчас поработать над тем, чтобы больше продавать существующим клиентам, да, и второй момент, можно больше привлекать вам и дать ему статистику, прогноз, что для, ну как бы, что для него лучше, да, допустим, потребуется, что новеньким продавать потребуется еще вложение в рекламу, да, а стареньким продавать по сути ничего не нужно. Нужно нормально текст написать, активизировать продажи, вот, и спросить его, что ему ближе на данный момент. Вот что тебе ближе, если ты был клиентом, ну не клиентом, а заказчиком твоим же. Ну, не знаю, мы можем абстрагироваться, допустим, я хочу увеличить количество повторных заказов. Хорошо, тогда у тебя уже есть база, значит, что тебе надо дальше делать? Тебе нужно понимать, кто в этой базе у тебя находится, по каким категориям они обращались. Скорее всего, у тебя эта информация есть, то есть ты можешь залезть, ну или там клиента спросить. У вас вот сколько услуг есть и какая услуга пользуется наибольшей популярностью, какую вы хотите продвигать. Это может быть либо новая какая-то услуга, либо услуга там старая, либо они вводят там что-то там того, чего еще вообще не было, да. Вот, и это тоже, кстати, неплохо, потому что если ты вводишь новую услугу, и она может быть у тебя, ну, как локомотивом таким, да, темой для того, чтобы новость, да, сказать, что у нас что-то новое вышло. Вот, а старые услуги, они хорошо, если окупается и так, то и регулярные тем более, да, то люди могут заново прийти. Вот, ты выявляешь эту услугу, это самое первое, что тебе надо сделать. И дальше твоя задача, у тебя уже есть что, у тебя есть портреты аудитории твои, у тебя есть услуга, ты просто знакомишься на сайте, задаешь какие-то вопросы именно по этой услуге и именно по этой аудитории, и пишешь лендинг, либо пишешь продающий там какой-то материал. Задача какая? Задача очень простая, сделать так, чтобы у тебя было, чтобы у тебя было материал, по которому клиент, когда прочитает его, либо посмотрит там видео, если ты видео, он обратится. То есть тебя надо, чтобы он прочитал, это первое, и второе, чтобы он сделал какое-то целевое действие. Все, у тебя все есть для этого сейчас. Я понял, ну, очень логично. Слушай, а ты сам скажи, вот, допустим, ты как потенциальный редактор, ты бы согласился бы работать в какой-нибудь совершенно незнакомой для себя теме? Да, если мне это интересно. Ну, почему нет? Я вот сейчас, мы делаем книгу по продажам и переговорам бизнеса и инвестиций. Это вообще, вообще не моя тема ни разу. То есть для меня это как какое-то мошенничество на Форексе звучало раньше, пока я не познакомился. Вот, а в итоге это очень интересная тема, то есть вопрос разобраться, если люди эти занимаются этим, да, если они зарабатывают деньги там, то почему бы и нет. Я нашел, как инструменты, которые в другой теме можно применить в своем бизнесе. То есть для меня, да, интересно. Я именно, ну, как бы поэтому и стал заниматься. Вообще по практике получается так, что очень много инструментов можно применить из смежных сфер. Ну, к примеру, вдохновляться для того, чтобы привлекать клиентов в дизайне или в редактуре, можно, допустим, как это делают в цветочном магазине, да, какие-то фишки перебирать. Ну, из других отраслей. Поэтому, да, иногда можно погружаться. Это просто интересно, чтобы ты не зашоривался в одной какой-то теме, погружаться в другие. Я понял, спасибо. Слушай, ты еще заикнулся, что в идеале, ну, или я так, возможно, понял, что было бы круто, если ты редактор специализируешься на какой-то теме условно. Да. Как ты считаешь, это вот выгодно ли это с точки зрения, например, ну, возьмем дизайнера. То есть, дизайнер специализируется только на стиле бетонного брутализма. Это, типа, для него может быть выгодно? Это, да, это самое лучшее, что может быть, потому что фокус внимания потенциальных клиентов, он очень сильно, ну, размазан, да, получается. То есть, фокус у тебя будет максимальный. Ты можешь очень легко стать номер один в этой теме вообще в целом, там, чуть ли не в мире. И когда будут думать о бетонном брутализме, будут вспоминать твое имя в первую очередь. И все инстаграм-хэштеги будут по твоему имени. То есть, тебе очень просто будет продвигаться. А ты как дизайнер, как владелец дизайн-студии, у тебя есть какая-то специализация? Ну, вот в таком прямом плане, как по стилю, нет. У нас есть особенности стиля, которые сочетаются в наших изображениях, да, и в наших работах. То есть, у нас есть некие особенности, которые неявно выражены, если я буду их перечислять, они будут понятны, но клиенты считывают подсознательно. Вот. Мы, в принципе, работаем и с классическими, и с современными. Мы не работаем с яркими, ну, чтобы было понятно, с яркими краскими цветами в основном. То есть, и мы не делаем декор. Мы в основном делаем функциональность и сложные объекты мы делаем. Это наша, как бы, такая специфика. Я понял. А если тебе придут какие-нибудь совершенно необычные, скажут, слушай, давай построим мне дом в виде водонапорной башни, ты возьмешься? Конечно, это самое интересное, что может быть, да. И мы любим необычные проекты, как раз-таки в этом наш кайф. То есть, у нас не конвейер, а бутиковая студия. У нас нет задачи делать однотипные проекты, что, кстати, неплохо для бизнеса, а может быть даже и хорошо. Но есть задача общаться с разными типами клиентами, с разного типа объектов. Для чего? Для того, что мы же очень много исследуем, и я пишу. То есть, моя глобальная задача даже, ну, не столько там в дизайне, да, получается, сколько в исследованиях. И, то есть, мое призвание – это больше систематизация и передача там знаний, информации. Я умею это делать. Вот, соответственно, чтобы делать это хорошо, я же не могу это там по чужим каким-то материалам. Я должен сам проживать этот опыт. Поэтому, чем больше разноплановой работы, тем лучше для мозга. Я понял. Хорошо. Поэтому все, у кого есть башни и водонапорные идеи, а также там, не знаю, какой-нибудь ковер-самолет, кто хочет там сесть делать, конечно, да, welcome. Я понял. Слушай, у меня есть для тебя вопрос от моего коллеги-дизайнера, ой, господи, дизайнера-редактора, который читает твой канал. Это девушка, она начинающая копирайтиня, копирайтресса. Копирайт, нормально, не это самое. Не коверканье. Без феминизма и войдемся в нашем видео. Ладно. Она начинающий копирайтер. Копирайтингом она раньше, ну, толком не занималась. И она попросила спросить у тебя вот что. Как ей начинающий вообще понять, сколько денег брать заказчика, хотя бы даже на первых заказах. Ну, то есть, вот пришел к ней заказчик, он вроде бы ей доверяет. Говорит, напиши там мне статью. Она говорит, сколько ему назвать, я хрен знает. Ну, пять тысяч рублей пусть назовет. Сколько? Пять тысяч рублей. А почему пять? Ну, можно, если совсем начинающий, две, две, три. Ну, потому что пять тысяч рублей нормально стоит статья. То есть, ты веришь в такую как бы рыночную условную цену? Ну, не верю, она как бы такая есть. Ну, то есть, ну, а как еще? Ну, сколько стоят, не знаю, там, услуги шиномонтажа? Ну, ты можешь назвать сколько хочешь, но это стандартная услуга, которая там решает какую-то задачу. Ну, и все, ты можешь там, ну, да, там, то есть, ты можешь быть какой-нибудь там, фотомодели у тебя могут приехать и колеса менять на автомобиле, например. Но, как бы, это эксклюзив какой-то, и ты такого клиента один на миллион найдешь. В целом, это нормальный, понятный услуг. Я бы не отказался такой услуги, если честно. Если есть какие-нибудь контакты, ты мне скинь, пожалуйста. Если у тебя деньги есть, мы тебя организуем. Спасибо, спасибо. Слушай, у нас с ней разговор состоялся, она говорит, вот я что думаю, я хочу 100 тысяч рублей в месяц зарабатывать, не знаю, много, ну, неважно. Она говорит, 20 дней в неделю работать, значит, по 5 тысяч рублей в день, значит, мой час стоит тысяча рублей. А я заказчику, типа, так скажу, час тысяча рублей. Окей, ну, это же как посчитано, это при постоянной загрузке должно быть посчитано. То есть, если эта загрузка не постоянная, то можно умножать там на 30, на 50 процентов. То есть, это время оптом. Если ты месяц выкупаешь, то я уже не трачу свое время на привлечение клиентов. На привлечение клиентов, там, на поддержание портфолио и так далее. Поэтому логично, что ты экономишь, ну, или там я экономлю, соответственно. Либо ты мне скидку даешь наоборот, ну, допустим, так бы она получала 150 тысяч, а так будет 100, если я выкупаю на месяц. Это нормально тоже вполне. То есть, она не дергается, а клиент тоже не дергается, решает задачу. Ну, и ты потенциально так бы, не знаю, условного специалиста бы выкупил, если он тебе так бы пришел. Как я так и делаю, это те люди, которые работают, ну, постоянно делают задачи. И ему выгодно, и мне выгодно, конечно. Это просто форма, как бы, ты считаешь это по цифрам. То есть, у тебя риски какие надо считать. Риски того, что даже он будет простаивать какое-то время, они, ну, тебе какая разница. Пусть занимается там своими делами, но ты знаешь, что в любой момент времени, там, с 10 до, там, скажем, до 7, он может выполнить твою задачу. Все, ты не дергаешься поиском альтернативы. Тебе даже вот то, что ты не дергаешься, тебе важнее, там, вот эта вот сумма какой-то, которую ты переплачиваешь. Я понял, хорошо. Это знаешь, как системные администраторы работают, да, то есть, за что им деньги платят? Им платят за то, чтобы они сидели и ничего не делали. Ну, то есть... Да, если все работает, то ты, можно сказать, хорошо поработал раньше. Да. Жалко, слушай, копирайтеры так нельзя. Я бы тоже, если бы... А что это за мания такая, Сергей? Откуда такая вот мания? Что это-то самое? Я вот буду не делать. Ну, слушай, это же естественно, по-моему, для человека не работать, нет? Блин, я не знаю. Я бы повесился, если бы нельзя было работать. Это, мне кажется, самое лучшее, что может быть вообще. Ну, то есть, это настолько интересно. Я вот не знаю и сочувствую людям, которые, короче, думают, что бы у меня такого сделать, чтобы ничего не делать. Это скучно и неинтересно, мне кажется, мой такой подход. Ну, ты потому что творческим трудом занимаешься. Для тебя работа в удовольствии. А представь копирайтер какой-нибудь, причем, ну, который прям пишет какие-нибудь SEO-тексты сраные по... У меня был такой опыт жизни, я прям писал целыми днями, с утра до вечера SEO-тексты. Ну, а зачем ты это делал? И вот реально хочется повеситься. Зачем ты это делал? Ну, денег хочешь заработать. Платили очень много за такое. Ну, ты много работаешь, много заработаешь. Ну, окей, ты можешь... Ну, ты можешь помучиться немножко, но есть же другой способ. Ну, безусловно, но просто... Заработок на любимом деле, слышал такое? Да, опять, где лампа моя? Черт, опять сейчас будут продавать курсы свои. Да нет, не свои курсы, а тебе помочь просто. Да, вот так и все-таки говорите. А тому, кто в этой ситуации... Облазнитель. Не, ну зачем заниматься тем, что не нравится? То есть, да, если тебе деньги в моменте нужны, но у меня тоже... Я тебе просто историю могу рассказать, когда я сидел, книгу верстал свою, которую сегодня не показываю, которая сегодня секретная. Все распроданную, скажем так. Нет, еще не распроданная, еще есть. Так вот, я сверстал сам. Почему? Потому что я понял, что не могу найти очень быстро человека, который это сделает. А у меня уже сроки были, конференция там в прошлом году уже была. И мне нужно было сделать там за два дня. Но я сам сел и сделал. Но я сутки сидел, но я понимал в этот момент, что ну окей, я сейчас помучаю сутки, но результат-то будет. Поэтому, ну ничего страшного. Думаешь, мне нравилось это все, что ли, делать? Нет. Но ты берешь волю в кулак и делаешь. Иногда надо поработать. Но ты делаешь это не всю жизнь, а там один раз, допустим. Все, больше этого не будешь делать. Я понял. Слушай, а что ты... Как ты относишься к тому, что ты нанимаешь какого-нибудь спеца, а он берет на самом деле и твой заказ кому-то перепродает, а сам только типа штрихи наводит. Как в Мишельновском ресторане Паула, знаешь, который ставит... Да мне все равно, что он будет делать, если у меня результат будет. Мне в принципе это неинтересно. Ну если результат будет тот, который мне нужен, я вообще там многих людей, с кем я работаю, ну не знаю, даже лично, там годами работаю, я ни разу в жизни не видел. Ну и зачем мне это надо? У меня же нет задачи там общаться со всеми. У меня задача там делать работу. Более того, я иногда работаю, ну не иногда, в основном я работаю с людьми как раз, вот с кем-то лично общаюсь, а дальше там что происходит по цепочке, у них просто есть алгоритм, и я в этот алгоритм вообще не лезу. То есть я его создал, рекомендовал, и они уже сами там кого-то нанимают, кому-то там что-то платят и так далее. То есть мне там вообще без разницы. Ксюша, он, короче, не против, так что работай дальше, пиши. Все, короче, договорились, я понял. А что писать-то? Короче, слушай, есть еще такой вопрос. Давай. У нас с тобой была небольшая переписка по этому поводу. Тебе один читатель задал вопрос про переиспользование дизайна. Ты мне ответил так, что я лично твоим ответом оказался недоволен. Как, допустим, условно, я дизайнер текста, назовем его так. Вопрос звучал вот в чем. Сейчас, если я его правильно вспомню, вопрошающий автор вопроса говорил, что он сделал дизайн-заказ для клиента, который был принят и оплачен, но не был воплощен в жизни. Как оказалось позже, клиент почему-то заказал одно и то же нескольким дизайнерам, и все им полностью оплатил, и выбрал один из вариантов, и этим человеком уже дальше работал. И этот человек хочет этот дизайн как бы перепродать. Он хочет его натянуть на некий новый объект, нового клиента. Ну, вот какие-то свои дизайнерские фишки, которые он уже нашел в этом проекте. И вопрос вот в чем был. Этот человек спрашивал, насколько это этично, и не придет ли к нему предыдущий клиент, они скажут, типа, это мое вообще-то, я это купил. Ну, почему ты это переиспользуешь? Ну, надо смотреть. И ты тогда сказал, что это совершенно нормально, потому что нельзя заприкатовать идеи, нельзя купить идеи. Но здесь идея же это абстракция, а это прям реальное. Допустим, я не знаю, что там у него было, может быть он придумал какой-нибудь паттерн для стен, или какие-нибудь, не знаю, я не знаю, как там, арки какие-нибудь красивые, что там еще в дизайне бывает. Я просто себя представляю, я продал клиенту текст, например, про, не знаю, пять видов инфобизнесменов. Мне его платили. Прошло там год или два, и мне какой-нибудь сайт пишет, говорит, Сергей, вот хотим тебя, об инфобизнесменах, тебе статью купить. И я ему эту статью, там, введение перепишу, заключение перепишу, там, буковки подвигаю, продам, мне клиент постучит по голове, ну, какого хрена? А ты, как бы, что думаешь? Но это называется, если ты рерайт сделаешь, да, то можешь сделать. Давай определимся, мы про что сейчас, про статью отвечаем, либо про дизайн? Ну, это же вещи, но порядка, редизайн назовем его давай. Вот. Ты можешь представить, что ты один и тот же дизайн, по сути, продал двум клиентам? Конечно, я так, в принципе, это основа правильной работы, когда человек делает стиль какой-то свой, знаменитый дизайнер делает стиль, стиль там какой-нибудь, не знаю, Филипп Старк, например, вот ты возьмешь, либо стиль там какой-нибудь, что там. Да любой стиль ты возьмешь, вот узнаваемый, как раз таки, когда стиль становится узнаваемым, что такое стиль вообще? Это повторяемые какие-то элементы, примененные, ну, несколько раз на разных объектах. Вот это и есть твой стиль. В принципе, это глобальная задача, для того, чтобы становиться известным, так и надо делать. Поэтому, ну, художник там, который рисует, они же тоже в стилях каких-то рисуют, оттачивают свои навыки. Кто-то там в кубизме, кто-то там еще в чем-то, кто-то в реализме, да, какие там стили бывают. В принципе, вот, ну, вот тебе ответ, то же самое. А где границы между стилем и прям какими-то дизайнерскими элементами конкретными? Ну, тут надо смотреть, что тебе заказывают. Если тебе заказывают дизайн интерьера, что это такое? Это конкретное решение задачи под конкретное жилье, допустим, либо офис, да? И под жилье, получается, ты, ну, давай так, под офис еще окей, это может быть как, ну, не очень, скажем так, с юридической точки зрения будет окей все, то есть, ты не придерешься никогда в жизни, но с такой, как бы, человеческой не очень, да? Ты просто взял там и переписал у конкурентов, например, то же самое. Вот. В офисах, если ты делаешь, в публичных пространствах, в ресторанах, допустим, то это все на виду. И, ну, как бы, просто будет некрасиво и нехорошо и к тебе не обратятся, хотя, может быть, и не придерутся. А вот в личном доме, то есть, ты можешь делать, что хочешь, ну, даже вот заимствовать, потому что это больше история про человека. Если ему что-то нравится, вот он сам нашел картинку и тебе говорит, я вот хочу именно отсюда, сделай ему, если он хочет, ничего страшного в этом нет. Вот, кстати, ко мне приходят такие клиенты, они говорят, видели вашу статью в Тинькофф журнале, хотим такую же, про это же, но у нас. Не эту же самую, но вот похожую. Да, если они конкуренты получаются, Тинькофф журнал, то это будет, с юридичной точки зрения ты можешь сделать нормально, но потом к тебе, наверное, не обратятся и скажут, что ты какой-то негодяй. Это, давай так, давай границы, ты спрашивал, где границы, если это частное, как бы, использование в домашних условиях, не повторяется это дома, то это окей. Если это все-таки люди на этом деньги зарабатывают для бизнеса, сделано, тогда не надо. Я, кстати, у меня была такая ошибка, я давай расскажу, я когда первый проект делал, у меня была история про этот самый, я делал салон красоты, я уже, клиент говорил, четыре варианта делать, и я уже четвертый замучился, я взял журнал какой-то, нашел, и один в один просто слезал, вот, и сделал, в общем, все они построили, а потом он тоже этот журнал нашел, говорит, слушай, а как так получилось? Я говорю, ну блин, вот у меня не получалось, ну, и я, в общем-то, взял и использовал, ну да, говорю, что поделаешь, ну вот, вот так вот было, то есть это нехорошо, с точки зрения коммерческого использования, но и не критично, потому что этот объект отработал там, ну, наверное, 10 лет, наверное, до редизайна, еще, по-моему, даже до сих пор там работает, а журнал был, ну, какой-то другой там, то есть они напрямую не пересекались в другой какой-то вообще отрасли, стране и так далее, то есть, ну, все равно немножко такое есть, что типа, что-то до конца свою работу не сделал, ну, а я не сделал, потому что это был первый мой проект, я еще визуализатором был, ну, там, первый или второй, и получается, что, как бы у меня опыта не было, сейчас бы я такого не делал, но тогда у меня не было никакой возможности, кроме как вот, почти все скопировать, идеи, да, ну, как бы, ну, да, бывает, и, кстати, кто новичков заказывает, знаете, что так тоже может быть. Я понял, хорошо, то есть, допустим, представим, что вот ты построил какой-нибудь, сделал бы дизайн большого дома в элитном поселке, и вдруг тебе приходит сосед этого чувака и говорит, слушай, хочу такое же, вот прям, я был в гостях, мне все понравилось, ты возьмешься такой проект. Не, ну, как такое же, я вас, ну, если это прям сосед, а сосед, допустим, сделал себе, тем более в элитном поселке, для чего, для того, чтобы у него была уникальность, то, ну, как бы, я постараюсь его отговорить, скажу, что ему надо уникальность для него. Короче, сила дизайнера в чем? В том, что он может рассказать и убедить клиента в том, что он сделает не хуже, а даже лучше, и именно для него, под него. То есть, лучше этим пользоваться, чем копировать. На самом деле, а в чем смысл-то копирования? То есть, мне, как специалисту, так же, как и тебе, какая разница, что писать? Ну, то есть, зачем это надо? Ты можешь заново написать. Ну, оно проще, по-моему, чем пытаться там что-то переписать. Вот, поэтому, тут скорее задача переходит в разряд того, что клиента там убедить, а это, ну, не такая сложная задача. Ну, люди же всегда любят что-то такое полуготовое. Да. Люди прийти и видеть сочетание вещей, например, в магазине одежды. Ну, я как бы, я, например, вот у меня есть дом, я сейчас его постепенно обставляю, ну, квартира имеется в виду, и я, например, мне нужно диван купить, я хочу кожаный диван приобрести, потому что это такая детская мечта. Но вот я хожу по сайтам, смотрю кожаные диваны, и я никогда не могу понять, как бы, вот они смотрятся у меня дома, у меня жена говорит, этот какой-то слишком большой будет, а я это вообще не вижу. То есть, я как бы все время хочу прийти кому-то, кто бы не сказал бы, нужно вот так, или прийти кому-то, у кого уже есть диван, и сказать, хочу вот такой же, вот чтобы у меня дома так же стояло. То есть, я могу понять, зачем люди это делают, в принципе. Ну, они не знают, будет ли у них хорошо или нет, и они хотят минимизировать свои риски. Ну, я тебе могу про диван сказать, ты можешь всегда обратиться за консультацией к специалисту, это же, ну, несложно и недорого. Такая консультация будет стоить там, либо бесплатно, там, либо там минимальные какие-то деньги. То есть, это, типа, в 5% этого дивана, или там в 3%, или вообще там за чашку чая. Вот. Какой диван? Вот если это твоя квартира там беленькая, у тебя все, где ты находишься сейчас, то, в принципе, ты можешь любой диван выбрать, любой, который тебе нравится, и он у тебя подойдет. Вот и все. Диван это активный элемент, ты должен это знать. Слабо становись, я чувствую, что я уже должен тебе денег, у тебя такой счетчик включился, как у таксиста там снизу, знаешь, 20 тысяч рублей за посадку и по 5 тысяч рублей в минуту. Я тебе добро хотел сделать, а ты, окей. Я боюсь тебя, ты инфобизнесмен, потому что непонятно, что, как у вас в душе все устроено. Вдруг ты чашкой чая это не обойдешься, нет? Ну, хорошо. А ты вообще делаешь что-то бесплатно для кого-то? Да, постоянно, конечно, я, в принципе, много чего бесплатно делаю. Ну, например, зачем тебе можно бесплатно обратиться? Ну, зачем угодно, но тут надо понимать, что бесплатно это не значит на халяву, а для какого-то дополнительного обмена. То есть, я, если человек сам по себе интересный, я очень хочу ему помочь. Почему? Потому что, скорее всего, он тоже по психологии влияния захочет меня отблагодарить в какой-то момент. То есть, ну, будет чувствовать, что я ему помог, и он мне тоже поможет по его профессиональной деятельности. Вот это очень хорошо. А ты этим пользуешься, да, по сути? Или это просто от чистого сердца? Как это у тебя устроено? Ну, я знаю, Мне нравится, что люди тебе должны, грубо говоря. Нет, мне люди не должны, а сейчас, они сами себе должны по психологии влияния. Но ты знаешь, как вот тебе нравится, что гравитация есть, ну, как бы она есть и есть. Ты знаешь, что если ты прыгнешь, там, и, значит, ты либо упадешь, либо полетишь на парашюте. Ну, то есть, это законы. Также здесь, закон человеческий. Я не считаю это тратой времени своего впустую, как многие считают, либо начинают там считать каждую копейку. Потому что я верю в такой принцип, что ты вот что-то отдал, помог, и ничего не ожидаешь взамен. И человек хочет тебе помочь и отдать еще больше, потому что он видел, что ты бескорыстен. Я верю за счет того, что потом, когда он мне поможет, я опять ему захочу помочь. И так, в принципе, мы множим добро в этом мире. Ну, то есть, примерно так это работает. Как только начинаешь этот принцип применять, он отлично работает. Единственное, что это работает с высокоинтеллектуальными и высокоморальными людьми, потому что, ну, не халявщиками и не, ну, короче, у кого мало денег, такой наоборот получается. Кто, у кого мало денег, у них же мало денег чаще всего не из-за того, что они плохо работают, из-за того, что они, ну, как бы, чего-то не делают либо не понимают. Ну, короче, из-за образа мысли в основном возникает. Вот, соответственно, у них там страхи, какие-то проблемы внутренние. то есть мне нужно, короче, их сначала поднять на какой-то уровень, да, с какого-то момента они понимают, что вот такая схема работает. Ну, а остальные будут искать какой-то подвох. Ну, вот, так что тебе рекомендовал бы подвох не искать тоже, а просто спокойненько выслушать и все. Вот в этом, реально есть психологическая моя проблема. Я не знаю, ты привык уже разбирать мои психологические проблемы, в чем бесплатно. Я часто, когда люди ко мне приходят, я, у меня немножко обратная ситуация. Я часто боюсь делать что-то им бесплатно либо давать им бесплатные советы, потому что я боюсь, что они почувствуют себя должными мне и это как-то их, не знаю, не обидит, а напряжет, нагрузит. Почему нагрузит-то? Я как-то не знаю. Наоборот, это отличное желание, когда тебе, ну, не знаю, кто-то что-то делает, классное, да, тебе же хочется наоборот и думать об этом человеке, и думать, как его отблагодарить. Это естественно человеческое желание, а ты как бы против него пытаешься идти. Зачем? Ну, какая-то вот, знаешь, такая провинциальная совковая ментальность, когда бабушка говорит, не ходи к одноклассникам в гости, ничего не ешь, потому что вроде как мы в следующий раз тоже должны будем накормить, а вдруг у нас еды дома не будет. Ну, это я сейчас утрирую. Ну, все из детства, да, это вот голодное детство. Да, окей, я понял тебя. Слушай, а вот теоретически, если к тебе придет какой-нибудь человек и скажет, Данислав, смотри, у меня есть клиент, ну, потенциальный для тебя, приятель богатый, хочет дом сделать. Вот я тебе этого клиента приведу, если с ним все срастется, ты мне поможешь с дизайном моей квартиры? Тебя вот, что, это альтруизм или уже нет? Нет, это уже агентская. Блин, но это все равно сработает. Ну, если ты, как бы, да, во-первых, я спрашиваю, что за дом и что за клиент, если примерно там клиент сулит выгоды. Ну, то есть, это уже коммерческая история. Потом надо понимать, смотри, то есть, это сложная ситуация, когда идет уже работа. Советы-то они ни к чему не обязывают, ну, то есть, я тебе наговорил, там, в чем прикол возникает, вот вообще советов вот этих, в том, что мне сильно много не стоит дать какой-то совет, да, почему? Потому что у меня опыт большой, он генерится моментально, да, то есть, ну, поэтому мне это занимает, допустим, 2, 3, 5, 10 минут, вообще в целом разбор твоей ситуации, а тебе там может быть, ну, условно, жизнь спасет. Это вот почему консультации там продаются, например, ну, там у меня есть часовые там, или двухчасовые на 15 за 30 тысяч. Человек хочет вложить миллион туда денег, в проект какой-то, и он не понимает, как его делать. И он просто вложит, а он у него пропадет, ну, просто сгорит, вот, соответственно, ему точно выгодно заплатить 15 или 30 тысяч, чтобы получить стратегию. Поэтому, вот так это работает, но это если за деньги. Если бесплатно, все то же самое. То есть, мне это стоит там чуть-чуть, а пользы человеку приносится гораздо больше. Соответственно, он ощущает себя, ну, условно, желание отблагодарить, не вот на эту маленькую часть, да, а на ту часть, которую, то есть, я множу таким образом пользу, ну, как бы ему, да, и он также хочет отблагодарить. Если он специалист в своей теме, допустим, то он мне точно так же даст по своей теме, чтобы мне ушло годы, например, чтобы узнать. А так мне человек, ну, вот у меня есть там в этом самом, в телефоне контакты, друзей, знакомых по разным областям, я всегда могу обратиться, слушай там, как в ютубе что-то сделать, или как там, допустим, там, выбрать стратегию такую-то. И от нескольких людей слушаю комментарии, просто их мнение. У них это занимает 5 минут, а мне, допустим, экономят годы жизни, потому что они в этом деле варились 10 лет, а я вот только начинаю. Я понял. Неплохая тактика, кстати, почему бы и нет. Да, конечно. И также я могу помочь кому-то. ты регулярно к ним обращаешься с таким? Нет, они же довольны помочь, они как раз исповедуют, люди, надо понимать, что люди, добившиеся многого, они исповедуют такой же принцип, что помогай, ну как бы ближним, не халявщикам, а таким же хорошим. Это, кстати, еще одна причина, почему имеет смысл выходить на топовый уровень. То есть вот у нас там, допустим, есть группа, там 100 человек, ну кто там от миллиона зарабатывает и более. Это как бы самая такая низкая планка. Соответственно, там получается, ну люди, которые очень хорошо и шарят, разбираются вообще во всем практически, во всех сферах. Соответственно, можно обратиться. И вот такая как бы комьюнити такой интересная. Клуб, можно сказать, под таким поинтересом. Чтобы туда попасть, надо как бы то же самое, надо доказать, что ты... Клуб миллионеров. Ну там не по деньгам дело, а по... Как бы это просто, это всем понятно, да, то есть там не в деньгах дело. То есть там может человек мало зарабатывать, но он быть именно, ну таким, отдающим, можно так сказать. И экспертом, ну допустим, йог какой-нибудь, да, или там по психологии какой-то. Ну какие-то такие вещи, внутренние, да, то есть чаще всего отражение денег это отражение качества, но не всегда. Ну я имею в виду качество человека, но не всегда точно, абсолютно нет. То есть человек может мало зарабатывать, но по другим специальностям быть очень супер-супер-крутым. Интересно. Блин, звучит неплохо. Эх, скоплю миллион, вступлю в вашу группу, буду вам давать советы бесплатные о тексте. Да кому в принципе они нужны? Так не так надо, наоборот. Ты сначала стал кантым, и деньги это следствие только после этого. Короче, ну цель же нельзя ставить. Ну вот ты же говоришь, что это хорошая метрика человека. Я не миллионер, к примеру. А? Я не миллионер. Ну я не знаю, хороший текст пишу или нет, но возможно, что да. Но как бы это же не бьется. Ну то есть если бы я был бы очень хорошим редактором, умел бы продавать и все такое, то был бы миллионером. Значит, что-то не так. Да, продавать не умеешь. Опять началось. Ну это же правда, ты когда-нибудь ну как бы поймешь и осознаешь. Ну а что кстати в этом плохого? Ты такой можешь сидеть, говоришь, я офигенный специалист, ну или там я классный дизайнер, но продавать не умею. Ну окей, чего я себя лишаю? Того-то, того-то. Согласен ли я с этим? Если согласен... Ну слушай, копирайтер, который не умеет продавать, это как хирург, который боится крови, нет? Который умеет или не умеет? Ну, не знаю. Ну то, что он боится, то, что он делает, это показатель. Короче, ты меня запутал. Смотри, что у тебя, ну короче, тебе надо решить, есть, ну нужны тебе деньги или нет? Если нужны, то ты... Ты предлагаешь, что у тебя есть? Нет, ты сам решаешь, это же не я предлагаю, а ты просто должен навыки получить по продаже. Ну я в какой-то момент решил, что не хочу малого зарабатывать, хочу больше. Что для этого надо? Окей, надо первое, второе, третье. Там идти выступать, создать себе стиль, создать себе этот самый некую философию, да, все по правилам, все четко. Пошел, сделал, ну все, в чем проблема? Ясно, ладно, об этом мы еще поговорим. Окей. Я, ну это сейчас, не знаю, вырежем или нет, но я в последнее время, кстати, частенько, вот вчера я буквально открыл холодильник, я не знаю, почему так случилось именно в этот момент, когда я открыл холодильник, посмотрел туда, в целом там не пусто все же, но как бы, наверное, ну вот, и я почему-то подумал о тебе, подумал о том, что надо, ну что, ну то есть, у меня может ты ассоциируешься с едой, я же не знаю, в чем дело у меня в психике происходит, и подумал, что надо, короче, надо будет с тобой поконсультироваться кое о чем, вот, но это мы уже off the record, так скажем, сделаем. Окей, какое вино покупать? Мы тут заказываем, кстати, вино со скидкой, договорились. Что, что? Отлично. Так, что такое? Не знаю. Ты не заплатил за счета электрические или что? Я пользуюсь халявным гуглом аккаунтом, поэтому. Вот, короче, ты не настоящий миллионер. Да, где можно сэкономить, мы экономим. Ну вот, кстати, вот если серьезно, мне кажется, самые прижимистые заказчики в моей жизни, самые, это люди, у которых есть деньги. Ну понятно, они умеют считать. Они просто каждую копейку считают, ну это круто, на самом деле. Ну не всегда, не всегда, то есть вот, ну не знаю, я вот не считаю, просто есть понимание какой-то разумности, и дальше после какого-то момента возникает ситуация, что тебе не рентабельно просто это делать. Ну вот, простой пример, там мне нужно сейчас заказать, например, там, вот, чтобы эхо не было, получше было вот эти вот панели. Вот, казалось бы, мне все равно, сколько это стоит, 5 тысяч или 15, но я попрошу помощниц все равно найти мне там за 6 тысяч, там, не за 15. Почему? Ну потому что, понимаю, что это, ну, неразумно, короче, там из Питера везти там чего-то. Вот. Можно вообще было об этом не думать? В целом, наверное, да, но это такой принцип, да, который, в принципе, помогает. Я понял. Окей, хорошо. Ладно, у меня на самом деле нет тебе больше вопросов. Вот, я попрошу читателей канала Станислава на двух вещах, прежде всего, не стесняйтесь шарить посты, которые вам понравились, это, в принципе, помогает каналу. Расскажите о них друзьям, делитесь смело, это никакого инфобизнеса, вы заметите, что все написано честно. Я немножко помогаю Станиславу в этом, но в целом, я сам так делаю в своем канале, и вы тоже делаете. Это раз. А второе, пожалуйста, не забывайте присылать свои посты, свои вопросы для Станислава. Смотрите, он берет по 30 тысяч рублей за два часа ответа, представляете, вы бесплатно можете, так сказать, в обмен на хороший пост, так, орешек принести ему, чтобы он его расколол своим умом. Вот, это все обязательно выйдет, но если вопрос покажется Станиславу достойным. И это видео, конечно, тоже окажется в канале, если вы смотрите его на YouTube, пожалуйста, приходите в канал, вот, и все такое. Напишите в канале также, какие темы и вообще в целом направления наиболее интересны, там, дизайн, редактура, может быть, еще у кого-то есть другие бизнесы, о том, мы только про себя болтаем, давайте разберем, там, может быть, у вас какие-то там есть котиков, как лечить, например, да, или еще какие-то вещи, веб-дизайн, еще какие-то, да, то есть можно попробовать в других отрастях тоже попридумывать интересные советы какие-то. А вот и котик идет. Да, вот и котик. Котики хорошо продают, кстати, Санислав, я тебе прям советую. Я, у меня есть курс небольшой, но он сейчас закончился, но и мне кажется, что больше всего, что люди любят в курсе, это когда котик приходит, так что вот я этим частенько пользуюсь. Не кормлю его перед началом лекции, чтобы она ко мне приходила и все мне мешничали, так что вот я признаюсь в этом. А ты хотел диван кожаный, они их тоже любят, кожаные диваны, поэтому... Да, вот сейчас мы с тобой видео-то закончим, и я пойду на кожаный диван зарабатывать, потому что я не миллионер, так что мне... Котик его подерет все равно. Ну, кошка, кстати, не очень кожаный диван любит, я на это, кстати, надеюсь, потому что он стоит, то, блин, ты халю. Любит, любит, я тебе сразу говорю, у нас у всех, у кого есть кошки, все кожаные диваны вот такие. В вашем клубе миллионеров? Да нет, в клубе-то нет, в этом самом поселке. Ну, у меня теперь есть новый способ тебя потроллить немножко, вот красная лампа уже не актуальна, вышла из моды, а вот клуб миллионеров теперь... Так что вот. А что тебя так вдохновляет? Ну, слушай, это же какой-то, знаешь, фетиш, мне кажется, у большинства мужчин в России, нужно зарабатывать денег, нужно быть миллионером. Да не нужно, никому не нужно. Нет, давай это обсудим, это не нужно никому, ну, то есть, это просто, смотри, когда, ну, когда ты, перешел там в старшие классы, ты же не хочешь с первоклассниками общаться? Ну да. Ну, это примерно то же самое, то же самое абсолютно, не в этом дело-то, не в деньгах вообще, никто там ничего, ни у кого не считает, а именно то, что по уровню там интеллекта идет и по уровню каких-то, каких-то задач, то есть, ты не решаешь задачу, как тебе там, этот самый Google аккаунт подключить, ты решаешь задачу, как сделать так, чтобы люди определенной категории пришли там на лендинг с какой-то конвертацией, там, ну, в общем, уже что-то купили, и даже не как самому это сделать, а как нанять человека, маркетолога, как ему поставить задачу, чтобы чужими руками это было сделано, понимаешь, уровень задач совершенно другой, и есть люди, которые это уже умеют делать, ну, почему бы не спросить, понимаешь, а миллион, это, ну, как бы, это такая, я самому, как бы, мне не очень нравится, и сам не очень будет все считать, я возьму, не, на самом деле, так не работает, это будет криминальный обмен, ты, ну, ничего с этим не сделаешь, да, сопьюсь, да, криминальным обменом никогда не надо делать, то есть, нельзя брать то, что не заслужил, это, ну, как бы там, мы не относились ко всякой вот этой вот, там, карме и всему остальному, там, да, вот это вот, маркобесие, да, то, что я считаю тоже, но как-то это работает. Слушай, а какие вот, если там, ну, я не знаю, это может быть личный вопрос, ты можешь не отвечать, если не хочешь, а есть у тебя какие-то цели, вот, как бы, как ты, чем бы ты измерял свою дальнейшую успешность, или, сколько ты хочешь заработать, хочешь ты купить яхту, или ты хочешь купить частный самолет, или дом, не знаю, в Италии, где-нибудь на берегу, у тебя есть какие-нибудь такие вещи, которые фетиши, которые ты мечтаешь, ради которых ты готовишь работать, вот эти. Ну, вещи нет, мне вещи вообще безразличны параллельно, мне, знаешь, я, наверное, из тех людей, которые хочут не все деньги там заработать, а там создать как можно больше продуктов, которые им будут пользоваться, то есть мне, допустим, нравится там книгу написать, да, выпустить, мне нравится там курс какой-то сделать, мне нравится дизайн сделать, то есть у нас вот есть там сестра Сундукова, это от них пошла эта фраза, чтобы не украсть ее, а вот, значит, они это придумали на выступлении на дизайн-конференции, они рассказывали, что, говорит, у нас задача в дизайне не все деньги заработать, а взять все интересные проекты и их сделать, а не отели и офисы делают, вот, мне такая философия тоже понравилась, я ее подворовал немножко и считаю, что прям отлично выразились. Кстати, у нас будет дизайн-конференция, 4, 5, 6, точно забыл сказать, надо обязательно приходить, там будет вип-блог, где я буду 8 часов рассказывать все о том, как поднять свое мышление на уровень того, чтобы иметь возможность для себя зарабатывать миллион, поэтому тоже можно. Сколько стоит участие в вип-блоке у тебя? Я так точно не помню, но в районе 1015 где-то стоит. Вообще так недорого-то. Ну так вот мы делаем практически по себе стоимости, чтобы людям доставить праздник раз в год, это можно себе позволить. За наш счет. Ты не будешь там заниматься как на своей консультации, продавать курс за 300 прежде всего? Ну, те люди, которые в конце захотят приобрести, поймут, что это их решение, тогда, конечно, они смогут это сделать. Ясно, хорошо. Запрещать, смотри, у нас не будет продаж, у нас будут покупки. Ну, слушай, ты прям сегодня одними метафорами разговариваешь, ей-богу. Это тоже я подслушал. Тебе не ухватить. Наверное, это фраза из клуба миллионеров. Слушай, а скажи еще, тебя вот не режет слух то, что вип-блог, вот это какое-то такое немножко инфобизнесовое название? Ну, так оно и есть. Оно же пошло там еще 10 тысяч лет назад, конечно, оттуда есть там первые были инфоконференции, вот, оттуда идет, конечно, ну, а чего? Самое четкое название, а как ты еще назовешь? Вип-блог, там идут кто? Випы, кто випы, кто готов себя вкладывать, кто готов развиваться, кто готов бизнес развивать свой. Ну, а как ты еще назовешь? Четко и ясно. Ну, ты можешь заказать мне новое название, это будет стоить 10 тысяч за час, либо 15 тысяч за 24, где-то так, неправильная арифметика-то. Давай так, я тебе закажу по твоим тарифам, если оно продавать будет, лучше, чем вип-блог. Ну, тогда даже не знаю, блин, тут, наверное, какая-то засада есть. Вот тебе челлендж, почему? Нет, никакой засады. Если у вас была бы живая трансляция, я просил бы голосовать за два варианта, и мне кажется, чтобы все проголосовали, что я должен сразу тебе ценник выкинуть. Ну, давай в комментарии, ты, не, подожди, ты сейчас, погоди, погоди, мы только что сейчас всю, эту самую, беседу обсуждали о бескорыстности, о том, что надо пользу давать. Ну, меня, не знаю, как бы, я готов, но не сейчас, я, наверное, должен сказать. В следующий раз будет бескорыстно, а сейчас так вот. Хорошо, напишите в комментариях, не бесит ли вас название вип-блог, и если бесит, предложите свою альтернативу, пока Сергей думает, и, возможно, ваше название будет использоваться в следующей конференции, а вам будет почет уважения. Почетил возможность, так сказать, стать, получить долю с прибыли конференции своим названием. да. Ну что, Станислав, на этом, кажется, и все, спасибо. Мы каждый раз с тобой хотим быстренько, кратенько, у нас все время появляются новые темы, я очень рад, спасибо большое, что находишь время, и я экономлю, так что, чем бы и нет. Видишь, я не трачу, я зарабатываю, как ты говоришь. Ну да. Вот. Спасибо, мы увидимся в следующий раз, не забывайте про вопросы, не забывайте подписываться, делите свои мнения, мы оставим голосовалку под этим постом в канале, отмечайте, что вы думаете о названии, и обязательно потом посмотрим, что с этим делать. И канал по шайте среди знакомых еще дополнительно. Да, конечно, обязательно.